в районе универмага город орел сегодня суббота я иду смотрел много на ю тубе видео когда люди идут по улице снимают видео и да вот универмаг покажу вам красный мост мост из заводского в железнодорожный район орла одновременно автомобильный одновременно пешеходный и трамвайный что меня останавливало от съемок это люди вокруг чтобы люди не попадались на на дороге на пути сейчас зайду под александровский под александровский но александровский может попозже сниму под красный мост обычно красят перила в красный свет цвет ну вот этот раз вот уже сколько год в прошлом летом красили летом 18 года красили мост покрасили в серо-синий цвет ограждения есть еще один мост он называется мост дружбы но это как продолжение улицы роза лексимбург он тоже соединяет заводской и железнодорожный район он уже давно на ремонте поэтому ну там скажем так разбитая железнодорожное покрытие снята не разбитая снятая будет небольшое эхо вошел под мост и снятое покрытие там где пешеходные дорожки сейчас смотреть внимательно потому что могут быть машины из-под моста дам небольшой гул в этом сквере как раз людей нет и расскажу про новый универмаг новый относительно новый потому что старое здание универмага она была построена еще советское время сейчас это первый корпус так называемый а второй корпус пристройка которая увеличила скажем так торговую площадь и наверное раза в два то и в три там еда баскин роббинс ташир пицца детский мир м видео gloria jeans вот эти все цунки но пятый этаж тоже во втором корпусе все это появилось после реконструкции и открылась это новый универмаг открылся в конце 2016 года наверно зимой зимой да наверно 2016 год потому что семнадцатом году вот есть веранда летние фотошир пицца вот здесь сейчас я попробую показать вот здесь летняя веранда там ставят летние столики и можно посидеть летом уже весной откроют уже сейчас чуть потеплеет может конце апреля что я хочу сейчас я сейчас хочу пойти обратно на мост на мост и снимать не буду потому что очень много людей будет встречаться на пути и потом я сниму ну возможно даже уже без слов сниму александровский мост может быть также я с подветренной стороны зайду начну снимать красный мост недавно ремонтировали у нас в орле но недавно как-то муж лет 5 назад может 6 точно я не помню что обновляли опоры колонны вот эти все то есть проверяли конструкции все хорошо город маленький у нас там тысяч триста двадцать триста тридцать тысяч жителей контингент такой что кто может уезжает работать в москву в питер а в орел приезжают из деревень из орловской области это мало мало архангельск какие еще есть у нас города города деревни из орловской области я сейчас пойду вот туда к стелле вот она видна здесь поближе покажу вот эта стелла она опять машина проехала вот эта стелла которая виднеется вдали это на стыке на слиянии океи орлика у меня есть видео на канале я положу вот сюда видео кстати я снимаю в таком в вертикальном положении но ничего страшного мобильное видео уже травка зеленеет я думаю еще один недельки две и будет тепло листья начнут распускаться у нас достаточно поздняя весна я каком году в двенадцатом году я в апреле практически с апреля по июнь я ездил между воронежем и орлом нужно было бы по делу скажем так ездил в воронеже весна наступает намного намного раньше чем в орле уже вот на начале апреля то есть я начале в начале апреля я был в воронеже в 2012 году я уже у них деревья были практически полностью распустились трава зеленела то есть это было а я воронеж находится немного южнее чем чем орел но если смотреть по карте на юг если ехать прямо на юг вообще воронеж находится на юго-востоке оторва где-то 500 километров наверное на широте белгорода где-то так старого осколы белгорода то есть 500 километров дают достаточно о себе хорошие хорошо знать и весна наступает раньше лето более теплое можно сказать что воронежская область это аграрный край по сравнению орел тоже много аграрных посевов пшеница рожь тритикали можно выращивать картофель свекла сколько уже 9 минут есть 10 минут есть я слеплю видео в одно я сниму сейчас сейчас пойду по мосту спущусь вот по той лестнице перейду через реку это у нас окан перейду через реку и пойду к стелле в начале видео снял памятник ивану грозному по легенде он является основателем города орла точнее сказать крепости орел и по легенде вот как раз сейчас куда я иду это выберу путь чтобы поменьше людей попадалось у меня какое-то я не люблю когда меня снимают и я переношу вот это вот они любовь на то что и другие люди могут не любить что когда их снимают вот и поэтому сейчас я вот здесь вот останавливаюсь сниму часть видео запишу потом пойду дальше то есть включать нас видео будет и несколько кусочков состоять но ничего страшного вот мост по которому я перешел я был с той стороны самое начало видео первая часть видео я рассказывал в том небольшом сквере я находился вот иван грозный он по легенде он основал город крепость крепость орел для защиты южных рубежей московской руси от набегов с юга в тот момент это был 1566 год ну скажем так по легенде по летописям это этот был год зафиксирован и вот эта часть сейчас ее охватить где сейчас стоит храм вот эта часть она здесь стояла крепость с очень удобное расположение на население двух рек то есть одна река и другая река отделяет от скажем так такая преграда естественная естественная природа которая отделяет в один берег от другого моста которые по которому я переходила который я вы показывал ранее тогда не существовало и заложив крепость иван грозный то есть где существует две версии на название города это такая наверное сейчас пойду к самому памятнику сейчас я посмотрю а вот так нормально будет существует две версии названия города первое это так раньше назывался приток волги то есть он сейчас называется о волге аки он сейчас называется орликом а раньше назывался орел и по названию этой реки было было давно название городу крепости второй вариант это второй вариант название это момент когда грозный думал о том чтобы назвать город на в дними появился орел птица и этот эта птица опустилась неподалеку от ивана грозного и он по ее имени решил назвать город то есть два варианта названия 2 скажем так две версии откуда пошло название города опять же по русской традиции по русской традиции обычно принято называть город города или поселение по нем рек например город на волге волгоград город на реке смола смоленск и так далее то есть можно найти в россии такое количество скажем так населенных пунктов которые названы по названию тем рек которые протекают сквозь них стелла которую я иду значит вдалеке тут не немного муж шагу в 100 200 не знаю немного вот этот памятник который сейчас впереди памятник героем освободителем орла от захватчиков во время второй мировой войны во время великой отечественной войны его поставили памятник был поставили в 2016 году на юбилей города на 450 лет набережная вот эта которая внизу и на другом биберия берегу аки а эта набережная была также выполнена в 2016 году также в тот же год была отремонтирована центральная улица пешеходная улица города улица ленина в тот год было много недовольства из-за того что перекопали город что нельзя не пройти не проехать нельзя гулять по по центральной улице по пешеходной то что набережную перекопали то есть было очень много недовольства со стороны горожан но прошло три года мы уже почти три года прошло 100 с тех моментов с тех моментов и вот сейчас люди гуляют и казалось бы что все забыли забыли то что были такие неудобства всего лишь стоило одно лето перетерпеть по от стелла возвращаясь к стелле обратно к рассказу о том откуда она взялась ее поставили в 1966 году на 400 лет основания города тогда еще прибыло еще при советском союзе восставание стелла закопали капсулу послание потомкам которую наказали открыть посоветовали открыть через сто лет 2066 году это было послание которое положили в было послание от граждан советского союза будущим гражданам коммунистической страны то есть тогда в тысяч тысяч девятьсот шестьдесят шестом году думали что за сто лет в нашей стране построить коммунизм капсулу до сих пор лежит там ну еще есть полвека кто знает может быть за полвека советский союз ушел в небытие кто знает что будет еще через полвека никто не может предсказать изгибы истории это теперь мы по истории нашей страны мы это знаем очень хорошо кто мог предсказать допустим даже 120 лет назад что российская империя прекратить существование появится советский союз благодаря или скажем так благодаря или несмотря на или какие еще есть эпитеты к этому вопросу двум революциям февральской октябрьской а а а а а а а на том берегу реки вот я сейчас приближу видите колесо колесо оба обозрение это парк центральный центральный парк культуру и отдых он находится в советском районе то есть я сейчас был железнодорожном районе я пришел в заводской район и могу буквально вот тут буквально в нескольких шагах сейчас увеличу вот здесь есть мост сейчас я вам его покажу вот здесь спуск на мост в для перехода в советский район город центр города достаточно компактный а так город скажем так в длинном поперечнике он где-то 15 может быть 20 километров длиной это если ехать так сейчас я обратно обернусь если ехать вот по этой дороге по мосту влево и по мосту вправо если смотреть отсюда то есть мы едем влево мы попадаем в железнодорожный район и дальше он советский в северную уходит если мы едем вправо то мы попадаем в заводской район и дальше он уходит на юг на Курск а если мы едем влево то мы по мосту если как отсюда смотрите то мы попадаем на на улицу Московская потом Московское шоссе и дальше дорога на Тулу и на Москву вот так если брать географическое расположение Орла вот в этом поперечнике то есть с Тулы на Курск где-то 20 километров длина по пустынной дороге можно проехать за полчаса город ну допустим ночью за полчаса можно город проехать на сквозняк а в другом поперечнике ну скажем так перпендикулярное направление это где-то ну километров может 10 не больше то есть у нас такой вытянутый эллиптический город но достаточно неудобно неудобное расположение такое то есть если мы возьмем Москву она такая более круглая скажем так но если не брать если брать старую Москву да без учета присоединенных территорий то у Орел такой вот немного вытянутый город и очень неудобно когда если жить на допустим в районе столепрократного завода в северном районе а работать где-нибудь в заводском в районе допустим мегагрина это утром в переполненной маршрутке туда час ехать по забитым дорогам утром все на работу едут и обратно вечером опять же в забитой маршрутке полный битком на опять час на работу это кажется что город маленький а пробки есть и пробки это вот сейчас пока еще посвободнее дорога а если утром в час пик и вечером в час пик то красный мост по которому я шел который сейчас в кадре он практически стоит это так же стоит то есть отсюда мы сейчас можем дойти конечно до этого до тургеневского моста может какой-то другой день я сниму еще одно видео сделаю тургеневский мост тоже стоит в час пик сниму себя с фронтальной камеры я уже не помню на какое разрешение я ее ставил вот сзади меня вот если смотреть не знаю как получится за плечом это вот как раз вот тот небольшой подвесной мостик который соединяет советский и заводской район который я показывал выше видео у меня телефон простой и не позволяет в одном видео то есть с одного нажатия записи снимать одновременно с фронтальной камерой и с тыловой камерой то есть мне придется это видео сейчас остановить чтобы начать записывать то что идет передо мной я видел видео на ютубе когда люди снимали одновременно с одного нажатия кнопки не переключаясь и столовой и с фронтальной камеры но это видимо какие-то очень сильно продвинутые телефоны впереди меня сейчас я снимаю я иду по набережной это еще одна часть набережной продолжение той которую я снимал выше впереди меня подвесной еще один подвесной мост с небольшим водопадом реки это как раз вот то что я говорил орлик по одной из легенд раньше называлась эта река орел не помню как называется храм а раньше этот подвесной мост он проходить люди проходили по нему и попадали к светофору пешеходному который выводил их на центральный рынок а потом ну потом наверное может быть лет десять может 15 назад закрыли переход то есть поставили ограждение и убрали пешеходный светофор теперь чтобы перейти вот по этому пешеходному мосту попасть на центральный рынок или он еще называется молочка молочный рынок то это идти там где красный мост под красным мостом нужно будет пройти и только тогда можно попасть на центральный рынок ну видимо сделали для безопасности ну и чтобы убрать пробку на красном мосту потому что когда пешеходный светофор загорался то все машины останавливались но опять же меньший взнос моста что конечно большой плюс для города зимой я лебедей здесь не видел лебеди вот наверно только сейчас весной появились а зимой они видимо живут вот в этих в одном из этих домиков не могу ошибаться сейчас я приближу вот это будет небольшое дрожание у меня без стабилизатора снимаю с рук такой небольшой водопад была мысль поставить почему бы не поставить сюда микрогаз которая давала бы хотя бы ну полтора два киловатта электроэнергии вполне бы хватило чтобы освещать этот мост практически драмовой энергией потому что для светодиодных ламп вполне достаточно этих полутора двух киловатт будет к тому же можно сделать так чтобы без преобразования там допустим это дает ток он постоянный ток дает этим постоянным током питать эти лампы не преобразуя их в переменные потом обратно в постоянные в принципе какая разница с микрогаз получил ток можно поставить допустим три турбины одну две по краям и одну по центру из этих трех турбин запитывать освещение моста почему бы нет какая экономия городу хотя бы один объект снять с дорогого электричества городского который с каждым годом растет в этом году по моему опять на 5,5 процентов будет поднимать стоимость за электроэнергию по всей стране но это как обычно в июле 1 июля люди уходят в отпуск и поднимают плату за электричество и за коммуналку за остальное впереди Александровский мост назван в честь императора Александра который при котором был он построен в Орле и до 1970-х годов по этому мосту хотели трамваи ездили машины в советский район то есть если слева от моста так сейчас я приближу если смотреть так то слева если мы поедем налево по мосту то мы попадаем в заводской район направо в советский в 70-х годах мост стал полностью пешеходным с него убрали трамвайные рельсы запретили въезд машин где-то в середине ну или во второй половине нулевых годов этого века уже провели ремонт моста и он практически вот сейчас остается таким пешеходным который переходит плавно в улицу ленина сейчас я показываю на видео как раз идет тут мост заканчивается переходит в улицу ленина а вот дальше там где машины ездят сейчас попробую приблизить мост автомобильный это Тургеневский мост который стал основным связующим звеном между заводским и советским районом так просто это колесо 2 в в в в Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сначала до конца Но мне придется обойти их, наверное, раза два Потому что тут два разных пути Через аттракционы и прогулочная дорожка без аттракционов Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok